«Гнотисе Аутон» — «познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Бужилова Александра Петровна, академик РАН, директор научно-исследовательского института и музея антропологии имени Аночина Московского государственного университета, заведующая кафедрой антропологии и биологического факультета МГУ, по совместительству сотрудник группы физической антропологии отдела теории и методики института археологии РАН, окончила биологический факультет МГУ. Александра Бужилова – автор около 300 научных работ, в том числе семи монографий. Она основатель нового методологического подхода под названием «История повседневности», который позволяет использовать данные палеопатологии и антропологии в качестве источника биоархеологических реконструкций. Это направление исследования нашло отражение в монографии «Homo sapiens. История болезни», которая была награждена премией Президиума Российской Академии Наук в программе «Выдающиеся ученые, молодые доктора и кандидаты». Академик Бужилова занимается исследованиями в области палеоантропологии и палеодемографии. Ее основные работы посвящены проблемам палеоэкологии и адаптации, исследованию болезней древних людей, биоархеологической реконструкции и палеогенетики. Академик Бужилова вновь в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Александра Петровна. Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл, посвященный биоархеологии, которая, изучая прошлое, как это часто бывает, перекидывает мост в настоящее. Буквально накануне нашей сегодняшней записи. В журнале Nature Communications появилась статья большой группы авторов, среди которых и всемирно известная Йоханнес Краузе. Статья, посвященная исследованию захоронения, которому 2600 лет на территории Испании. И это детское захоронение. Там 35 останков детей, среди которых выявлены дети с хромосомными аномалиями. Трое из них с синдромом Дауна, один с синдромом Эдвардса. Это три сами по 18-й хромосоме. О чем это нам говорит? Лично мне это говорит о том, что такие аномалии случались в далеком прошлом, в далекой древности, и они не являются побочным эффектом тлетворной современной цивилизации, как это нам иногда представляют. Но это, в мой взгляд, не профессионала, а журналиста. Если говорить о древних инфекциях, то именно в контексте древних инфекций рассматривается эволюция нашей с вами иммунной системы. Вот об инфекциях сегодня и пойдет речь. Пожалуйста, Сэмпистовна. Спасибо. Я думаю, что мы немножечко сделаем такой экскурс и расскажем о наших возможностях. И обязательно обратимся к некому предшествующему этапу сегодняшних возможностей науки изучать древние заболевания, в частности инфекции, на останках человека. В догеномную эру, когда еще палеогенетика не так развивалась, то есть это буквально 20-25 лет назад, у нас изучение инфекции было таким не очень продвинутым направлением, потому что мы понимали, что только некоторые инфекции могут оставить свои следы на костях человека. И чтобы постулировать, что да, действительно в этой популяции эта инфекция присутствовала, мы использовали разные методические, методологические приемы. И в частности, один из них — это контекст захоронений, потому что если речь шла об эпидемии, то нередко археологам встречались такие массовые захоронения, где присутствовали все мужчины и женщины и дети, то есть все категории, присущие биологической популяции, и разновозрастные категории. Иногда встречались коллективные захоронения только детей, и мы могли предположить, что это некое детское заболевание, инфекция, ну, например, кори. Но все равно до конца мы не могли быть уверенными в том, что перед нами в действительности следы вот такой эпидемии. Иногда была возможность оценивать причины массового захоронения через анализ травм, потому что вы понимаете, что массовые захоронения могут быть не только результатом инфекции, но они могут быть результатом каких-то социальных конфликтов. И здесь перед нами пример средневекового города Ярославля, где в его исторической части археологи института археологии РАН обнаружили одно из таких массовых погребений, затем еще было, еще, то есть, как вы видите, три таких объекта. Но на площади около 12 квадратных метров, где был такой вот, как мы говорим, хозяйственная постройка, по анализу минимального числа индивидов мы обнаружили останки 100 человек. И, конечно, встал вопрос о причинах этого, и точно так же, как вот заброшенный колодец, где были останки меньшего числа людей, около 40-50 человек и в основном взрослых, нам удалось провести анализ, и практически у каждого мы видели следы ударов то ли острым оружием, то ли тупым предметом. То есть перед нами был такой объективный пример того, что это Ярославль в момент нападения людей, которые пытались истребить это население, и это никак не связано с инфекциями. Но не всегда, еще раз повторяю, бывают такие удачные реконструкции. Очень часто оставались вопросы. И поэтому, когда в конце 90-х появились возможности верифицировать эпидемии методами палеогенетики, в палеопатологии, в биоархеологии, это направление стало развиваться примерно теми же темпами, что, собственно, и сама палеогенетика. И наибольшая возможность оказалась при изучении анализа чумных захоронений, потому что и в Западной Европе, и у нас в Восточной Европе есть очень много исторических свидетельств того, что мы знаем, как протекала пандемия, в каких местах захоранивали людей. И поэтому в первую очередь палеогенетики нацелились на то, чтобы анализировать эти останки и пытаться выделить патоген. Как вы видите, первые эксперименты были связаны с вот такими примерами. И здесь у нас пример, связанный с XVIII веком. Чума пришла в Марсель, была завезена в порт одним из кораблей, и дальше стали погибать мирные жители этого большого города. Часть из них ушла в горы, и уже там, в маленьких городах и селениях Альп, эпидемия продолжила свое шествие. И вот эти образцы, был такой большой международный проект в нулевых, собирались и анализировались, в том числе и данными палеогенетики. И вышла замечательная статья, которая, как вы видите, датируется 1998 годом, где методом ПЦР было показано и подтверждено, что действительно, и согласно историческим данным, и согласно данным палеогенетики, это население погибало от этого возбудителя. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что палеогенетики иногда нас удивляют и верифицируют инфекции там, где мы не видим исторического контекста. Это могут быть ненарушенные погребальные традиции, это могут быть как бы обычные люди без каких-то либо историй, связанных с некими инфекциями. И мы понимаем, что нам надо как-то трансформировать свою методологию и объяснять, какой еще может быть источник, как еще мы можем маневрировать для того, чтобы изучать инфекции в прошлом. И сегодня, буквально тоже за последние 25 лет, мы идем синхронно с палеогенетиками, мы работаем в парадигме так называемого остеологического парадокса, что популяция – это не гомогенная структура, она состоит из людей не только разного пола и разного возраста, но она состоит из людей с разным аутоиммунным ответом, с разным иммунным уровнем. И поэтому воздействие одного и того же по силе стресса, ну, например, патогены, мы сегодня говорим об инфекциях, может по-разному отражаться на судьбе и на здоровье этих людей. И то, что в палеопатологии очень часто использовалось как индикатор нездоровья, это разные индикаторы физиологического стресса на костях скелета, перестает работать в этой парадигме. Мы понимаем, что сегодня наша задача объединяться такими вот коллективами с палеогенетиками, археологами, историками, биологическими антропологами, в частности, палеопатологами, для того, чтобы, опираясь на эти данные, по-настоящему изучать палеоэпидемиологию. Даже есть теперь такое... Чтобы парадокс перестал быть парадоксом. Да, чтобы парадокс перестал быть парадоксом. Что касается, собственно, того, как это работает в системе оценки инфекции, то мы здесь видим, что очень много факторов влияют на то, чтобы у нас была возможность оценить патоген по костным останкам. Это, как я уже говорила, разный иммунный ответ, разное иммунное состояние организма. Это момент инфицирования и момент смерти. Если человек достаточно долго переживал эту инфекцию, то есть шанс палеогенетикам захватить этот патоген, оценить его и сказать, что человек был инфицирован. Это уровень возбудителя в крови, который действительно зависит и от момента инфицирования, и от переработки организмом этого возбудителя. Поэтому очень много таких случайных факторов, которые и влияют, в частности, на успешность выделения патогена у человека. Все это я рассказываю, пытаясь объяснить вам, что заранее мы никогда не уверены в том, что мы можем обнаружить патоген. И, безусловно, как и при анализе древней ДНК человека, мы понимаем, что контоминация современными бактериями, современными грибками останков патогена и, собственно, человека, тоже может сыграть свою фатальную роль. И мы можем не выделить патоген, не оценить его методами палео-ДНК. И здесь очень важно на примере двух графиков увидеть, что зеленый цвет, который мы видим с вами, это современная ДНК современных бактерий, оно во столько раз больше, чем, собственно, древняя ДНК человека и его патогенов, что это уже сама по себе отдельная задача и в некоторой степени удачливость палеогенетиков, которые это делают. А вот красным цветом на втором графике выделен, собственно, объем патогена, который, в принципе, статистически сопутствует объему эндогенной ДНК того человека, чьи патогены мы изучаем. И вы видите, что вероятность уменьшается еще в разы. Поэтому, конечно, удача и очень хороший методический алгоритм, протокол очень важен в этом аспекте для того, чтобы выделить патоген и его изучать. Поэтому мы пользуемся разными возможностями для того, чтобы продвигать палеоэпидемиологию и для того, чтобы изучать источники ДНК для реконструкции инфекций в прошлом. И у нас здесь есть несколько сюжетов, несколько источников, которые абсолютно также перекликаются с тем же алгоритмом исследования, что и, собственно, используется в палеогеномике человека, собственно, самого носителя этих патогенов. Во-первых, это прицельное изучение нашего с вами современного генома. Потому что некоторые вирусы, ретровирусы, оставляют свои следы в нашей геномной системе. Преобладание защитных аллелей тоже оставляет следы в нашей геномной системе. И поэтому современное человечество может быть тоже источником реконструкции заболеваний в прошлом. Это, конечно, очень серьезная фундаментальная проблема. Она требует очень высокого уровня биоинформатики и использования математических моделей. Медленнее всего она сейчас развивается, но мы очень верим, что этот источник будет в дальнейшем также развиваться. Традиционно, конечно же, мы используем древнюю ДНК непосредственно носителей, непосредственно тех древних людей, которые мы изучаем. И для того, чтобы была смычка между современностью и древностью, мы, как ни странно, стали обращаться к патологическим медицинским коллекциям, которые в некоторых странах со второй половины XVIII, в некоторых странах со второй половины XIX века собирались в медицинских музеях. И вот эти препараты останки человеческих тел тоже являются теперь источником изучения древней ДНК и РНК для того, чтобы изучать патогены методами генетики. Все вместе делает этот раздел науки фактически самостоятельным, очень динамичным, очень развивающимся. И сегодня я бы хотела поделиться основными и очень важными на мой взгляд направлениями. Но здесь небольшая статистика того, какое количество публикаций посвящено палеогенетике патогенов и какие заболевания при этом изучаются. И вы видите, что в большей степени превалирует изучение древнего туберкулеза, изучение проказы и чумы. И четвертое заболевание это разного рода трепанематозы. Мы сегодня поговорим о некоторых из них и на примерах покажем, как работает наша сегодняшняя наука. Давайте поговорим о чуме, потому что о ней много написано и не только учеными, и не только историками науки. Этому посвящены очень многие художественные произведения. Поэтому человечество на протяжении своей истории не раз сталкивалось с этим, стояло на грани депопуляций в ходе различного рода пандемий. И здесь маленький экскурс того, что это заболевание занозное, и оно имеет, как мы здесь видим, три формы. Самая вирулентная, самая опасная, это форма, связанная с поражением легких, и она легче всего передается от человека к человеку. Поэтому, если это происходит, то не миновать беды, не миновать эпидемии, что, собственно, и происходило на территории Евразии, Европы и Азии. Здесь я хочу вам показать, собственно, возбудителя, который был открыт довольно поздно, и ученый, который открыл это, и его именем, собственно, и назван возбудитель лирсиния пестис. Выглядит он довольно безобидно, довольно симпатично, но мы понимаем с вами, что последствия могут быть очень серьезными. Поскольку, я уже сказала, к этому заболеванию человечество относилось очень серьезно, то даже в современной медицине есть специалисты, которые называются иерсиологи, специалисты по чуме, которые нам могут очень много рассказать о пандемичных очагах этого заболевания, а самое главное о механизмах передачи его. И здесь от животных к человеку передача происходит через блоху, через укус блохи. И это опять является таким очень важным моментом в скорости передачи заболевания, потому что блоха может сразу укусить несколько людей, и поэтому эффект может быть тоже очень фатальным. Безусловно, когда мы говорим о чуме, большая часть вспоминает ту самую черную смерть XIV век, когда вся Европа практически была парализована, и последствия этой чумы закрылись только спустя несколько столетий. Она с разной степенью интенсивности возникала то там, то там, помимо того, что вот она тотально прошла по всей Европе. Источником, как вы знаете, стала современная Феодосия, где были заражены во время осады местные жители, и генуэзцы привезли ее через Генную в Западную Европу, и так это заболевание промаршировало по всей Европе. По историческим источникам, и здесь я вам привожу карту, построенную в результате моего исторического анализа, мы видим, что после Западной Европы она вернулась в северную часть, центральную часть Восточной Европы, как бы вот стартовав в Крыму, она вернулась в наши русские земли, и здесь функционировала вплоть до XVI века. Это было очень интересным опытом для меня, потому что я все-таки биологически антрополог, и должна работать собственно с костями, но когда нет возможности изучать это на костях, потому что чума не оставляет физических следов на костях, приходится обращаться вот к таким для биологов нетрадиционным источникам. И как биолог я обратила внимание на то, что это не эндемичные очаги, и тем не менее здесь болезнь функционировала долгое время. Несмотря на суровые зимы, которые должны были прекращать эту эпидемию, болезнь существовала, и это было очень интересным с точки зрения генетики понять, что именно и какой возбудитель здесь функционировал. Но вернемся к палеогенетике, которая, как вы понимаете, начала свою верификацию вот с таких известных событий, поэтому те материалы, которые были в первую очередь исследованы, были посвящены анализу регионов, которые попали под черную смерть начиная от XIV века и заканчивая XVI веком. Другой материал, который был изучен, это третья так называемая пандемия чумы, которая произошла в XIX веке, она была завезена из Китая, так считается официально, и опять попало население Западной Европы, большей частью прибрежные портовые города под эту инфекцию, и тоже довольно долго функционировало вплоть до начала XX века на территории Западной Европы. Таким образом, получается, что это заболевание должно было очень крепко засесть в разных погребальных памятников, поэтому была большая вероятность того, что палеогенетикам удастся подтвердить на генетическом уровне существование этих инфекций. Как мы видим, к 2011 году большая группа исследователей, возглавленная американским палеогенетиком, показала и подтвердила собственно и современную пандемию начала второй половины XIX века и собственно черную смерть XIV-XVI веков. И даже сумела показать ту самую чуму, про которую мы могли читать только по историческим источникам. Потому что действительно вот этот глубокий комплексный анализ совместно с историками и археологами помог оценить вероятность того, что именно на этих погребальных памятниках мы можем вычленить индивидов, их останки и по которым выделить ДНК. И генетики нас удивили еще тем, что они открыли нам новую историю пандемии связанную с чумой про то, что мы не знали. Они открыли доисторические эпохи, когда не существовало таких обширных источников, чтобы мы могли оценивать развитие каких-то серьезных заболеваний. Мы видим, что буквально прошло четыре года для генетики и для развития технологий это очень много. И на материалах восточной и западной Азии было показано, что в эпоху бронзы чума, захватив по Волжье, пронеслась опять в сторону западной Европы. Это был один и тот же возбудитель, который поразил, как вы видите, опять большую территорию. И, собственно, эта пандемия по своим масштабам вполне себе соперничала с тем, что мы знали по историческим источникам. И нам стало понятно, что мы двигаемся в правильном направлении, и теперь можно, собственно, окунуться в историю того, какие являются истоки, что является предпосылкой, как это заболевание могло развиваться. И вот буквально в 21-м году генетики еще раз удивили нас, потому что выяснилось, что чума функционировала еще раньше, в эпоху неолита. И на примере европейских материалов, на примере прибалтийских стран, в частности, Латвии, на неолитическом памятнике был обнаружен индивид, который продемонстрировал заражение этой инфекцией. Ну а теперь, собственно, о филогене этих возбудителей. И мы видим, что она выстраивается очень логично и замечательно. Мы начнем с вами сверху, где у нас очень много доказательной базы, и мы видим, что все эти ответвления, все эти варианты выстраиваются от первой эпидемии, которая нам известна по историческим данным, и которая связана с Римской империей, в частности, с императором Юстинианом, потому что он тоже переболел этим заболеванием, но остался живым. А вот все, что древнее, и это такая хорошая биологическая история, прекрасная, замечательная модель филогенетическая, которая нам показывает, что вся наша история заражения чумой взаимосвязана. И все, что мы видим в эпоху бронзы, и все, что мы видим позднее, это такие отголоски исходных вариантов этого возбудителя, который уводит нас в неолит Европы. И это как-то немного нас смущало, потому что ну как бы здесь не было логики, потому что все это должно быть в степной зоне, возбудители должны быть преимущественно там, мы знаем это по сегодняшней топографии эндемичных зон, а здесь мы видим, что в принципе этот возбудитель в глубокой древности существовал практически повсеместно. Если мы видим это на примере охотников-собирателей, значит это лесная зона, и если это мы видим у первых земледельцев, значит это все равно около лесная зона, и заразиться этим заболеванием это довольно редкий шанс. И посмотрев на всю эту историю, генетики сумели нам показать и рассказать, что в общем то тот мощный механизм, который приводил к пандемиям, а не к случайным спорадическим заболеваниям чумой, случился как раз вот на той истории эпохи бронзового века, которая была случайным образом открыта, когда по Волжье к Западной Европе это заболевание распространилось. А вот до этого чума распространялась случайным образом, и блохание не было тем самым важным ключевым моментом, который распространяло это заболевание. То есть, скорее всего, это было связано со случайными укусами диких животных, с возможными ранениями, с возможной работой с мехами больных животных. То есть, это были такие случайные сюжеты, но для истории распространения и появления в геноме человека они оказались не случайными, потому что уже с тех глубоких неолитических времен наша аутоиммунная система стала готовиться и пытаться разрабатывать, если говорить простым и схематическим языком, механизм работы с этим патогеном. И я думаю, что во многом вот эта длительная история сосуществования заболевания собственно с историей человека и явилась тем моментом, что во время пандемии все-таки были люди, которые выжили. И это явилось таким залогом успешного преодоления этого патогена. Есть еще одно заболевание, которое для палеопатологов, для биоархеологов является важным и существенным сюжетом, потому что традиционно считалось, что это занозное заболевание и предполагалось, что оно связано с историей человека на этапах оседлости, когда люди начинали приручать животных и могли получить в тесном соседстве собственно и это заболевание. Эта парадигма существовала очень много лет и до сих пор в наших учебниках мы учим наших детей тому, что неолитическая революция, в частности, выявив процессы домашнего животных, способствовала тому, что туберкулез распространялся среди первых земледельцев и скотоводов. Однако все оказалось не так просто и не так прямолинейно и сейчас мы об этом поговорим. Во-первых, как можно получить это заболевание, его можно получить разными способами, и воздушно-капельным путем про то, что нас регулярно предупреждают медики по профилактике этого заболевания, и через порезы на коже, и через употребление в пищу. И поэтому, глядя вот на эту систему возможного получения патогена, мы понимаем, что такая, в общем-то, логическая система, потому что зоонос мог попасть в нашу с вами биологическую историю, вполне себе правдоподобная. Когда мы начинаем изучать туберкулез, собственно, на костях скелета, у нас есть очень много биологических рэперов, по которым мы опираемся и видим, что заболевание в древности имело такой невирулентный характер, эти люди проживали довольно долго, во всяком случае, те, на которых мы фиксируем эти следы и очень сильно видоизменяли костную систему. вот здесь вы видите так называемые изменения по синдрому пота, угол пота, нарушены грудные позвонки. Мы видим еще одну такую довольно распространенную часть костного туберкулеза, когда по мышцам спины они попадают в брюшную полость и холодные абсцессы оседают на тазовых костях, и мы фиксируем это на ископаемых останках людей. И в общем-то получается, что все, что видели палеопатологи, складывалось по такой линии, что мы видели это и у охотников крайне редко, и у земледельцев, и у скотоводов, и безусловно, в большей степени у горожан. Но проблема была в том, что мы не могли рассчитывать собственно количественные показатели. для нас было достаточно убедиться, что если в группе есть хотя бы один человек с признаками костного туберкулеза, то мы рассчитывали такой индикатор, что он представляет как минимум 3% от тех людей, которые в этой популяции могли болеть туберкулезом. Все остальное было не подвластно нашим методикам, и поэтому когда генетики стали заниматься собственно анализом ДНК этого патогена, мы параллельно стали разрабатывать так называемые нетипичные признаки туберкулеза, изучая эталонные популяции, которые хранятся в медицинских музеях, в естественно научных музеях Европы и Америки, и на этих останках людей, где в их анамнезе было записано, что они болели туберкулезом, и даже некоторые из них умерли от него, мы зафиксировали такую специальную палеопатологическую костную программу, и выделяя уже людей на археологических коллекциях, стали их верифицировать методами палеогенетики. И оказалось, здесь я еще вам покажу тоже такие атипичные признаки в области черепа с внутренней стороны, воспаления мозга разного рода менингит, и в частности мы пытались дифференцировать туберкулезный менингит. Получилась довольно обширная программа, вот этот признак сейчас более всего близок к тому, чтобы дифференцировать его как менингитой, связанной с туберкулезами, но конечно же мы должны были верифицировать это заболевание методами палеогенетики. И здесь опять генетики нас страшно удивили. Во-первых, они построили чудесную коалисцентную модель и показали нам глубокую древность этого заболевания, связанного с геномом человека. И оказалось, что эта история настолько глубоко уходит в нашу с вами историю нашего биологического вида, что она никак не связана с историей оседлательной. Она уходит... от домашнего скота и всего этого. Да. Она уходит примерно на уровень 70 тысяч лет назад. То есть это ровно та история, которая связана с выходом первых сапиенсов за пределы Африки и освоение внеафриканских территорий. Это нас очень удивило, была большая дискуссия на эту тему, но есть факты, есть модели, и мы должны это как-то были пережить, и мы должны попытаться найти дополнительные доказательства того, чтобы выстроить новую логическую модель внедрения этого патогена в... То есть совпадает с исходом? С исходом за пределы Африки. Вторая интересная вещь, которая подтверждает такую, я бы сказала, глубокую древность существования человека и туберкулеза, это то, что патоген демонстрирует характеристики, которые указывают на его адаптацию как к низкой плотности населения, так и к высокой. Мы все с вами привыкли, что это скорее такое городское заболевание, проблемы скучности, плотности населения, но модели показывают, что нет, патоген собственно может функционировать в двух апостасях, и когда население довольно разрежено, и когда население действительно может передавать друг о друга при высокой плотности. Эта модель показала нам собственно вот эту вне африканскую историю, завязанную, поскольку коалицентная модель, она завязана и на молекулярные часы, и мы с вами видим здесь, что формирование тех семи линейджей, семейств современного туберкулеза произошли и завершились примерно 40 тысяч лет назад. То есть вот это географическое разделение очень тесно связано с освоением Homo sapiens всех вне африканских территорий Старого Света. И мы видим здесь замечательным синим цветом выделена вторая линия, связанная с пекинскими или Beijing family туберкулезом, наиболее вирулентным на сегодняшний день. Мы видим здесь линии сугубо африканские, мы видим линии связанные с Европой, с Центральной Азией, с Эфиопией, океанией, и все они на нижнем графике нам показывают, что функционировали они довольно длительное время, но всплеск этого заболевания, то есть то, что на уровне собственно таким доэпидемическим и эпидемиологическим происходит в эпоху голоцена в эпоху одомашнивания. И поэтому вот эта модель примирила всех и сторонников того, что это заболевание не сугубо человеческое, а и сторонников тех, кто напоминал нам, что при общении, тесном общении с животным должен был увеличиться риск заболевания этим туберкулезом. А вот Ефиопская и западноафриканская линии, они как бы возвратные получаются? Они получаются невозвратными, потому что человек вышел за пределы Африки и он уже нес это заболевание. То есть произошла дифференциация за пределами Африки на дополнительные семьи. То есть он вышел уже с туберкулезом? Он уже получил это. Он приобрел это, когда ушел? Нет, нет, нет. Спасибо, что вы уточнили. Безусловно, это было за пределами. А вот увеличение распространения этого заболевания что называется вот такая дестабилизация на уровне популяции. Она стала происходить как минимум около 10 тысяч лет назад. И здесь мне бы очень хотелось привести пример Китая. Потому что Китай, как и Ближний Восток, это две таких зоны одомашнивания, оседлости, зоны того, где выращивались и происходил отбор, селекция растений и животных. Но в отличие от Китая, на территории Ближнего Востока у нас очень неудачные опыты выделения палео-ДНК, потому что условия сохранности органики на этой территории очень плохие. Органика сохраняется в минимальной части и не всегда удается выделить просто палео-ДНК, а выделить палео-ДНК патогенов это просто сверхзадача и на сегодняшний день она крайне неудачная. А вот на территории Китая другие климатические условия и там сохраняется органика. И как вы видите здесь мы можем показать пример того, как туберкулез был выделен у населения, которое является первым представителем оседлого населения по выращиванию риса. И эта вся история завязывается на 11 тысяч 6 тысяч лет назад. Это такая древнейшая часть связанная соседлостью с другим типом хозяйствования с неолитом, потому что в синхронное время в Европе 10-9 тысяч лет назад это все еще мезолит, это все еще охотники-собиратели, а здесь на территории Китая это новый угол жизни. И вот как ни странно этот новый образ жизни явился таким триггером увеличения числа туберкулезных людей. И собственно на филогенетическом древе мы с вами видим, что он явился тем началом того пекинского группы пекинского туберкулеза, который по сегодняшний день сохранился, является самым вирулентным, то есть он до сих пор не переработан человечеством, и мы еще даже и не до конца знаем, как его успешно лечить. Это очень интересная ситуация, и здесь археологи, биоархеологи всегда обращают внимание на то, что туберкулез на этой территории появился как минимум 30-40 тысяч лет назад, но именно с приходом оседлости, с приходом неолита, он появился, расцвел и стал распространяться на соседней области той части населения, которая стала практиковать этот образ жизни. Поэтому опять-таки на этом примере мы с вами сходимся на том, что нет прямого сюжета, прямого сценария развития этого заболевания. Здесь важны разные факторы. И факторы плотности населения, и факторы способности переработать этот патоген. Тут очень много факторов сходится, и поэтому это заболевание остается актуальным и до сих пор. Скрыта еще одна проблема, про которую биологические антропологи и биорхеологи не очень-то могли говорить, потому что у нас не было возможности разделять по возбудителям людей, которые болели туберкулезом на территории Америки и на территории Европы. По историческим источникам мы знаем, что первые европейцы послужили тем стартовым механизмом, что это заболевание стало появляться массово у аборигенного населения в Южной Америке, островной части, и затем перебазировалось в Северную Америку. Но был ли туберкулез до этого, было не очень понятно, потому что сведения были весьма скудны, и не очень мы могли формулировать четко гипотезу истории появления и развития этого заболевания. Более того, в доколумбовое время у нас было несколько биологических примеров, когда на останках даже детей мы могли постулировать, что туберкулез все-таки существовал. Но опять это были настолько плохо дифференцирующиеся случаи, что без генетики тут было крайне сложно оставаться. И генетики сумели провести эту работу и там, и опять они нас удивили, потому что весь туберкулез, связанный с эпохой до того, как туда пришли европейцы, это реально занозная история. И здесь мы опять возвращаемся к тому, чему нас учили в школе, но только не на примере Старого Света, а на примере Южной Америки. И другие животные. И возбудителями, как вы видите, являются другие животные, это морские, млекопитающие. И древность этого заболевания тоже очень впечатляет, потому что она примерно синхронно тому периоду, когда Homo sapiens вышел за пределы Африки. А уже животные морские могли перенести это заболевание на территорию Южной Америки. Очень интересный сюжет, мне он страшно нравится, потому что при всем том, что все туберкулезные ленинджи, вы видите здесь опять та же самая цветовая гамма, выделяются географически очень четко и понятно, тем не менее вся история формирования этих ленинджей имеет разную континентальную историю, то есть на территории Америки своя история, а на территории Европы своя история. И те ленинджи, которые мы фиксируем на территории современной Америки, они связаны теперь уже в наши дни с двумя историями, с тем, что было до Колумбова эпоху и с тем, что связано с приходом европейцев. Что это дает нам, современным людям, насколько важно изучать так вот глубоко историю этого заболевания. Я уверена в том, что это безусловно крайне важно. Это один из немногих примеров, когда мы не просто тешим наше любопытство, а когда так глубоко проникая в историю патогена, мы понимаем его сущность и следовательно у нас есть хороший шанс понять, как лечить это заболевание, потому что до сих пор это заболевание является вторым среди инфекций известных на планете, от чего погибают люди. И по, например, статистике 2021 года около 1 миллиона и 600 тысяч людей погибли, закончили свое существование на этой планете из-за того, что они были инфицированы туберкулезом. Поэтому эта тема очень актуальна, и мне кажется, что очень важно изучать ее в такой общей парадигме древности и современности. И, безусловно, наше доверие к генетическому источнику начинает расти, потому что мы видим здесь то, что мы подозревали, изучая методами микробиологии, это историю общего происхождения возбудителя туберкулеза и того древнейшего заболевания, о котором я говорила, о проказе. И благодаря генетикам мы выявили, что на самом деле существует два возбудителя проказа. Это бактериум лепроматозис и, собственно, лепра, про которую мы знали. И все это опять откатывает нас на те самые пресловутые 70 тысяч лет назад. И мы понимаем, что это удивительные две инфекции, которые сопутствовали становлению биологического вида Homo sapiens и в зависимости от изменения нашего образа жизни возникали в истории человечества. И у нас есть еще один пример, связанный с трепонематозами. Тоже заболевание, которое по своей сути является тропическим заболеванием, то есть не исключено, что довольно древним. Мы все знаем один из вариантов трепонематозов, а именно его венерическую форму, это сифилис. И опять же на костях человека она дифференцируется исключительно легко. Я всегда своим студентам говорю, что вот здесь вы мне успешно сдадите зачет, потому что много учить не надо, очень специфические изменения, и вы всегда на костях скелета, если они есть, вы их обнаружите и дифференцируете верно. Но история все-таки запутанная, потому что помимо венерической формы, есть еще невенерические формы, так называемые демичные трепонематозы или беджель, и есть фрамбезия. И все они являются такими хроническими заболеваниями, которые проживают в их исходной территории, это тропический пояс. Есть удивительное, очень локальное заболевание, которое похоже на эти формы, ее называют пинтой, и проживает она, находится она в географии Южная и Центральная Америка. И вот здесь, на сегодняшний момент, мы вообще практически ничего не знаем. Даже генетики нам помочь в этом много. Ну, увидели вот эту работу в Бразилии на останках двухтысячелетней давности, да? Да, но здесь это была история связана с фрамбезией, с беджелью. Да, но там куча вариантов, открытых. Куча вариантов. Вариантов очень много, и здесь я попытаюсь... Причем с современными южноамериканскими они не пересекаются. Не пересекаются, они имеют свою глубокую историю. Но как возник этот интерес? Историки медицины очень часто нам рассказывают об так называемой эпидемии 15-16 века, когда, и это совпало с открытием Америки, когда вдруг в Европе появилось очень странное заболевание с высыпаниями, и если эти высыпания появлялись в горле, то, в общем-то, человек умирал. Это всех пугало, поэтому было такое отрицание больных, вы видите здесь вот иллюстрацию, кто-то сердобольный подошел, а, в общем-то, большая часть людей не подходила. Не было никакого даже названия этого заболевания, в каждой стране ее называли по-разному, и, собственно, по этим названиям мы видели географию ее перемещения, во Франции и неполитанская, в Англии болезнь из Бордо, или французская, или испанская, на Ближнем Востоке европейские прыщи, у японцев китайцы виноваты, а китайцы кевают на португальцев, великий шелковый путь. Поэтому была проведена такая очень большая системная работа разных коллективов палеопатологов на территории Старого Света, и мы попытались на таких специализированных конференциях сторонников интересующихся этой проблемой прокортировать с учетом дат те материалы, где мы могли поставить этот диагноз. И оказалось, что, в общем-то, на территории Старого Света люди с признаками сифилиса существовали задолго до открытия Колумбом Америки. Но эта идея что Колумб привез, она все слабее, слабее, слабее. Да, безусловно, хотя опять все не так однозначно. И мы видим, что, в общем-то, с одной стороны, как бы, по этим данным можно сразу реабилитировать Христофора Колумба и его команду, а с другой стороны, впечатляет то, что, по сути, все популяции, которые дают нам эти случаи заболевания сифилисом, все находятся в прибрежной зоне. И, значит, получается, что все-таки эта венерическая форма должна где-то иметь свои первые истоки. На территории нашей страны выявляется еще одна особенность. Все известные нам случаи сифилиса это сугубо городское население. Мы не встречаем до определенного этапа, уже в новое время этой схемы не работает, но до XVI века мы не встречаем ни одного случая в сельской местности. Это городское население. Вот здесь Вологда, Ростов, Москва, Можайск, Киев и другой перечень городов. Вы видите, как это все сразу даже человеку, не посвященному в норму останков, вот эти все изменения костные, они все хорошо читаются, даже есть следы зажившего сифилиса на примере городского населения Москвы. То есть это заболевание существовало. Таким образом, палеопатологи как никогда были готовы задать основные вопросы для палеогенетиков. Они говорили, да, мы можем дифференцировать, но мы все-таки хотим понять причину, первоисточник того, почему и как появилась эпидемия в то самое XV-XVI век, и собственную филогению, первоисточник, историю распространения и появления сифилиса на территории Старого Света. Палеогенетики приняли этот вызов, но к несчастью, возбудитель сифилиса, трепонема, обладает очень тонкой стенкой, даже по сравнению с другими патогенами. И вот эта биологическая структура, эта тонкая стенка является камнем преткновения в методической части, потому что возбудители патогенной сифилиса и других трепонематозов разрушаются практически моментально. И там, где мы видим присутствие третичного сифилиса на костях, не означает, что этот патоген мог сохраниться и у палеогенетиков есть возможность выделить ДНК. Но что-то было получено. Во-первых, что мы видим? Что на сегодняшний день опубликовано уже 150 полных геномов. И эти полные геномы, происходящие из разных частей Евразии и даже Америки, очень гомогенные. У них гомология совпадает ДНК на 99,8%. То есть то, о чем говорят палеопатологи, что должен где-то быть первоисточник. И в принципе этот возбудитель не очень сильно, как, например, туберкулез дифференцируется в какие-то линейджи, говорит о том, что не исключено, что если мы его добудем методами палеогенетики, то мы сможем разгадать эту историю. Но что касается пинты, то, что, напоминаю, присутствует в Южной и Центральной Америке, оно не подвластно пока методам. И мы не можем даже сказать, действительно ли это трепонема. И пока ее также условно называют трепонема каратеум, но не факт, что когда наконец-то мы разберемся с возбудителем, когда генетикам это заболевание будет подвластно на уровне методов генетики, что это окажется возбудитель трепонема. Потому что по многим другим случаям мы понимаем, что физиологический ответ человека, такие сходные реакции могут быть на самом деле провоцироваться. Конвергенция своего рода такая инфекционная. Да. Если обращаться, помните, к тому источнику, что нам дают современные геномы, то на сегодняшний день у человечества существует таких две, но глубоко разветвленных из-за того, что это длительно по времени заболевания было два линия, две линии. Одна называется Николс, вторая СС-14. Вот на территории нашей страны преимущественно СС-14 развита. Но мы видим с вами, что в принципе венерическая форма опять имеет привязку к морским путям. Опять это Южная Америка, Южная Африка, Индия, Великий Шелковый Путь, Старый Свет и собственно Америка, которая осваивалась дальше европейцами. Поэтому какой-то очень вот такой внятной для истории информации мы получить здесь не можем. И все были очень рады тому, когда в 20-м году было мало радости, как вы помните, нас обрадовал международный коллектив. Первым автором был эстонский исследователь, генетик, которые буквально показали свою удачу на четырех образцах смогли прочитать генетику ископаемых материалов. Они подтвердили вот эти два современных линейджа, они показали их взаимосвязь и при этом показали, что на самом деле в древности были и другие линейджи, которые не сохранились до сегодняшнего момента, так называемые сестринские линии. Вот эта сестринская линия была обнаружена на примере северной части Европы, но обратите внимание, какие разные по анатомической части скелета образцы. Я раньше говорила вам о том, что наиболее надежным источником для выделения палеодНК являются зубы и самые плотные части скелета, например, там каменистая кость в височной кости. Но здесь вы видите разные, потому что на самом деле исходно у исследовательского коллектива было намного больше образцов. Но из-за того, что это тонкостенная бактерия, тонкостенный возбудитель, удалось выделить на таком разном материале. И теперь мы знаем, что надо генетикам давать все, потому что мы не можем гарантировать, что в данном случае сработает история, как она работает на выделении обычной палеодНК. И второе, и, собственно, последнее заключительный сюжет, связанный с историей Сифереса и трепенематозов у человечества, это то, что генетики перечеркнули то, что преподавалось в медицинских лузах, то, что знали мы, палеопатологи, что это заболевание, которое имело исходную такую занозную структуру, и как бы от нее появилось две формы, венерическая и невенерическая, которые известны для сегодняшнего человечества и для позднего средневековья и нового времени. Нам генетики показали, что, возможно, история будет гораздо сложнее. Вы видите, что модель еще не готова, потому что осталось очень много вопросов. Мы опять понимаем, что Америка может нас удивить, потому что вот то, о чем вы говорили нам, те самые детские останки, которые показали присутствие одного коллектива, одной популяции формирование разных исходных патогенов, в которых была заражена эта популяция. И не исключено, что американские патогены будут иметь свою историю, и эта история будет не связана с историей патогенов Европы. И, безусловно, мы все еще надеемся найти тот исходный вариант, который нам даст вот эти два разветвления старого света и нового света. И археология бросает вызов современной генетике, на самом деле. Она стимулирует их разрабатывать новые методы, которые им же потом и пригодятся уже для современных задач. Да, Марин, вы абсолютно правы, потому что вот такие сверхъестественные задачи заставляют палеогенетиков разрабатывать новые методические подходы, которые потом, между прочим, очень удачно используются и судебными медицинскими экспертизе и во многих других направлениях современной генетики. Поэтому, опять же, мы можем с вами сказать, что и на примере истории сифилиса очень хорошо работает эволюционная антропология и очень хорошо работает именно коллективный труд разных по своей истории людей. И я хочу сегодняшнюю свою беседу завершить вот такой прекрасной схемой, когда уже еще не получив до конца ясности и понимание того, как на нас и на развитие нашей иммунной системы в истории становления биологического вида хомо сапиенс влияли инфекции. Как вы видите, у нас так мало еще пока данных, не так много мы знаем про прошлое. появляются такого-то рода теоретические статьи, которые уже вот эти мозаичные информации собирают вместе и показывают нам, что со времен именно неолитической революции, когда человек кардинально изменил свой образ жизни, когда он перестал быть путешественником, когда у него появился дом, он стал оседлым, стал приучать животных и выращивать культурные растения, в этот момент он вступил совершенно в новое существование своего биологического вида. Он вступил в вечную борьбу с патогенами. И эта история не завершена. Она продолжается до сих пор. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня вы говорили о трех основных инфекциях, но они наиболее значимы для древнего мира, чума, туберкулез, сифилис. Мы затронули проказы, у вас там был слайд, где и другие были перечислены, многие. Я хотела закинуть сейчас удочку, может быть, на будущее. Я знаю, что вы занимаетесь популяционными вещами, палеогенетикой популяционной. Меня очень впечатлила работа недавняя, она была выполнена под руководством Эске Виллевского, вы наверняка ее видели. Она касалась картирования, распространения генов подверженности, предрасположенности к рассеянному склерозу. И выяснилось, что волна миграции с востока на запад, 5000 лет назад, которая состоялась, она вот принесла в страны Северной Европы, где сегодня самая высокая заболеваемость с рассеянным склерозом. Так, строго говоря, это не инфекционное, конечно, заболевание, хотя его связывают с вирусом Эпштейна-Балт. С воспалительным процессом. Да, но это все-таки мы не называем инфекционным заболеванием. Вопрос вот мой другом. Можете коротко назвать, какие еще отслеживают такие серьезные заболевания популяционные палеогенетики? Просто интересно. Вот рассеянный склероз, например, да? Рассеянный склероз. Мне кажется, что очень любопытна была история, связанная с гепатитом. гепатитом Б, потому что это тоже довольно значимое заболевание для нынешних популяций. И здесь ученые озаботились тем, как она функционировала, как функционировала эта инфекция в древних популяциях, как она перемещалась, какие были механизмы. И мы все были не готовы к тому, что оказалось, что это тоже довольно древнее заболевание, но по сути она начинает отлавливаться опять в эпоху неолита, в эпоху продвижения людей. И вот, собственно, я думаю, вот та заключительная статья, которую я вам сейчас показала, которая рассуждает на тему формирования иммунистатуса современного населения, перекликается с нынешним нашим пониманием того, что миграции значительным образом видоизменяли не просто генофонд популяции и как-то фенотипические люди менялись, но эти миграции привносили с собой новые патогены, к которым мы, эти популяции аборигенные начинали приспосабливаться. И вот этот отбор мог приводить и к таким вот ситуациям, когда в популяции накапливались какие-то такие особенности, которые были не всегда полезны генофондом. Вот в частности с рассеивающим склерозом, спасибо, не выговорить. Но с другой стороны, опять же, на примере той же Северной Европы мы можем сказать, что длительное существование чумы, как считается, привело к отбору того, что появилась очень хорошая антигенная система на вирусные заболевания в целом. И то, что Северная Европа была более устойчивой к ВИЧ и более устойчивой, как предполагается, к тому же коронавирусу, говорит о том, что ситуации выхода вот этого отбора могут быть разные. То есть это могло быть предопределено той самой чумой. Поэтому, как еще говорили основоположники нашей биологической антропологии, миграция это существенный фактор, который влияет на все системы жизни обеспечения вида, его сохранения, его разнообразия и его выживания в определенных условиях. Как вы уже догадались, я буду вас просить еще одну программу, когда вам будет посвященная популяционной генетике уже, вот я обещала закинуть удочку. Спасибо большое. Спасибо.